Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики Татарстана. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Татнефть не ожидает негативных последствий от санкций. В Зеленодольске заложили ракетный корабль. Президент поручил продолжить работу по импортозамещению в нефтегазохимии. В неочередная сессия Градской думы внесла изменения в бюджет столицы. Из республиканской казны город получил более 5 миллионов рублей. Деньги потратит на социальные проекты. Из бюджета республики Татарстан поступила дополнительная финансовая помощь в сумме 5 миллионов 527 тысяч рублей на предоставление грантов по итогам конкурса народных социальных проектов. В том числе по 1 миллиону рублей на благоустройство сквер Гулливер и на монтаж наружного освещения территории создаваемого экопарка озера Харве. Кроме того, по 580 тысяч рублей направят, например, на создание туристического портала Казани, благоустройство двора на улице Декабристов и организацию селективного сбора отходов. 490 тысяч пойдет на издание книги «Воспоминания детей войны», 307 на обновление спортплощадки 165-й школы. С учетом всех изменений бюджет столицы останется дефицитным. Разница между доходами и расходами более миллиарда 200 миллионов рублей. Секторальные санкции против России не окажут влияния на проект от нефти по добыче битумной нефти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника гендиректора компании Василия Мозгового. По его словам, компания реализует проект по добыче битумной нефти без участия международных партнеров, а доля импортного оборудования, задействованного в этом проекте, невелика. Между тем, компания продолжает изучать ситуацию по поводу введенных санкций, добавил помощник руководителя Татнефти. Восьмой по счету малый ракетный корабль проекта 21631, получивший название «Ингушетия», заложили на Зеленодольском заводе имени Горького, сообщили в пресс-службе предприятия. Корабли проекта 21631 строят на Зеленодольском заводе с 2010 года. Два из них — град Свияжска и Углич уже вошли в состав Каспийской флотилии. Третий, Великий Устюг, проходит испытания. На предприятии ведется строительство еще четырех кораблей. Они оснащены ракетным комплексом «Калибр» и 100-мм артиллерийской установкой А-190. Ранее сообщалось, что военно-морской флот России планирует в этом году получить один корабль проекта 21631, а в 2015 году еще два. Всего до 2019 года построят 9 кораблей такого типа. В Татарстане составлен перечень продукции по 300 позициям, которые переданы на рассмотрение в научные центры. Работа проводится в рамках импортозамещения в нефтехимии. Глава республики, по поручению которого проведен данный анализ, заявил, что огромный рынок в стране отдан зарубежным компаниям. Сложившуюся международную ситуацию нужно максимально использовать в пользу отечественной промышленности. Импортозамещение — это огромный рынок, который мы сегодня отдаем нашим конкурентам. Этот рынок должен быть наш. Второе. Мы почувствовали добрые отношения, в кавычке, наших иностранных партнеров по отношению к нашей стране. Мы должны четко проработать все наши технологии, где у нас катализаторы, иностранные комплектующие. Как это сделать в России, как найти других партнеров. Второе. Конечно же, воспользоваться моментом, когда мы можем нашим друзьям, партнерам ограничить российский рынок. Надо продвигать на российский рынок свои изделия. И вообще эту тему каждое предприятие должно детально проработать. Также Рустам Миниханов высказался за создание инжиниринговых компаний, специализированных лабораторий и за усиление сотрудничества со всеми российскими партнерами. Автоконцерн Китая «Лифан» намерен построить завод в России мощностью до 100 тысяч машин в год и планирует вложить в него около 300 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор российского представительства автоконцерна на московском автосалоне, пишет коммерсант. Пока мощность завода планируется на уровне 60 тысяч автомобилей в год. Строительство может начаться в 2015 году и завершиться через два с половиной года. Заместитель гендиректора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский рассказал, что на втором этапе мощность может увеличиться до 100 тысяч машин в год. А «Лифан» планирует реализовать проект на собственные средства. Сейчас переговоры ведутся с рядом российских регионов. В качестве площадок рассматриваются также Татарстан, Тульская и Самарская области. Это были новости экономики Татарстана. До встречи!